Думаю, что здесь что-то новое сказать трудно, реформа или оптимизация, на самом деле сворачивание. То есть государство не выполняет свои социальные обязательства, и это антиконституционно. В нашей Конституции записано, что Россия – социальное государство. Социальное государство – это государство, в котором существует большое количество социальных программ. То есть если вы разбогатели, стали миллионером или миллиардером, а вот у меня там трудности, я старый, я больной или еще что-то, то на вас в социальном государстве на вас вводится большой налог, а меня вообще освобождают от налога. Ну или наоборот. Вот у нас плоская шкала налогов, чего нет ни в одном социальном государстве. То есть учитель провинциальный, который зарабатывает 6-7 тысяч рублей, и олигарх, который владеет какой-то стати российской нефтью, которую он не создавал, и который зарабатывает сотни миллионов, вот они платят одинаковую долю своего дохода. Это совершенно неправильно. И вот сейчас еще и идет так называемая оптимизация здравоохранения. Я, конечно, сталкивался с медициной. Конечно, мне знакомы эти проблемы. Я могу сказать, что у нас, как правило, не только можно лечиться, пытаться лечиться только за деньги, никакой бесплатной медицины. Ну, можно зайти к врачу, он тебе температуру померит бесплатно. Пожалуй, это все, что могут сделать. Но даже и платная медицина далеко не все вопросы решает. Я не лечился за рубежом, но я знаю многих людей, которые и минуту до уезжают для того, чтобы решить проблему своего здоровья. И когда я практически каждый день в объявлениях разных радиостанций слышу про какую-нибудь маленькую девочку, там, Алену, или про маленького мальчика Сережу, который болеет, и которому нужна медицинская помощь, и родители просят, помогите, у нас нет денег, да. Слушайте, а где вообще государство? Ау, где вы, товарищи? Где министр здравоохранения? Где богатейшая нефтяная держава, которая колоссальные дивиденды имела? Где все это? Между прочим, уже в России до советской земской медицины была бесплатной. И существует миф, что там та Россия отстала и убогая. Но опять к истории, я не могу мимо истории пройти. Я напомню, что в России с 1908 года водилось всеобщее начальное бесплатное образование. В СССР только в 1931 году было введено, через четверть века был принят указ о введении всеобщего бесплатного начального образования. То есть Россия все эти вопросы решала. Россия в начале века так бурно двигалась вперед, что она выходила в мировые лидеры, что признавали ведущие экономисты Франции, Германии и собственные российские аналитики. А сегодня мы угасаем, угасаем и угасаем.